Майдан Здравствуйте. Вчера мы вспоминали 10 лет украинского Майдана. Майдан – это сбывшаяся мечта всех наших либералов и западников в ее чистом, кристаллизованном виде. Такая тоталитарная колония, где вместо идеи или даже идеологии русофобия и фашизм. А единственным достоинством политика является неспособность что-то произвести, что-то сделать, сотворить, а умение выпросить денег у гегемона. На самом деле Украина не одинока, по этому пути идут многие страны. Вот сейчас Аргентина пытается. Да и Россия, что там греха таить в лице ее ведущего слоя, много лет двигалась в этом направлении. Из крупных стран, пожалуй, только Китаю удалось более-менее выкарабкаться из объятий за океанского друга. И то Си Цзиньпин, по-прежнему чувствуя себя неуверенно, ездит в Лос-Анджелес на поклон к Байдену. Но правда, после возвращения из США, не отказывает себя в удовольствии лишний раз подтвердить свою приверженность дружить с Россией. Мы уже неоднократно говорили, что главный патентованный американский способ завладения миром – это скупка элиты. Сначала скупка, а потом воспитание туземной элиты в своих интересах. Причем эта самая туземная элита может иногда, особенно перед выборами, даже отжечь что-нибудь такое патриотически почвенное. Но в целом продолжает линия гегемона и работает в его интересах. Вот, например, в России сейчас тоже такая предвыборная ситуация. И вот буквально вчера зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев удивил нас высказыванием о том, что США грозит миру цифровой диктатурой. И это говорит тот самый персонаж, который с детской непосредственностью прыгал от радости, вертя в руке айфон, танцевал под Американ бой, да и вообще был председателем правительства в те годы, когда принималась программа «Цифровая экономика». Между прочим, эта самая программа «Цифровая экономика» полностью основана на американских стандартах. Так, в частности, в основу цифровых ГУСТов для образования легли разработки для американской армии, а в основу безопасного города, то есть той программы, которая внедряется в наших столицах, легли наработки британского фонда «Макинзи». Но, правда, вторым китом цифровизации являются откаты от производителей программного обеспечения, железа и прочего оборудования. Ну, куда же без этого. А еще у нас отметился секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев, заявивший о необходимости переводить ряд субъектов Федерации на мобилизационные рельсы, в первую очередь в сфере экономики. Так-то оно так, мы тоже об этом давно говорим. Только вот непонятно, почему члены Совбеза не используют свои полномочия для того, чтобы, например, дать оценку руководителям некоторых госкорпораций, вроде Сбера, который лезет во все щели, или Ростеха с концерном Калашников, которые оказались, мягко говоря, не готовы к очень многим вызовам, поставленным перед нами специальной военной операции, и не обеспечили армию вовремя многими необходимыми вещами. Да, наконец, теми же цифровиками. Ведь все наши социальные сети, образовательные платформы, включая электронный дневник, поисковики и так далее, зарегистрированную в ней юрисдикции Российской Федерации. А значит, данные наших детей, и не только детей, утекают к вероятному противнику. Кстати, тот же Китай рассматривает персональные данные своих граждан в том же режиме, что и сведения, составляющие государственную тайну. А еще вчера отличилась глава ЦИК Элла Памфилова. Она назвала подонками тех граждан, которые пытаются повлиять на президентские выборы, ну, видимо, находясь где-то за бугром. Ни в коем случае не подвергая сомнению объективность этой оценки, все же заметим, что ведь именно Элла Михайловна, которая много лет возглавляла структуру, предшествующую фонду президентских грантов, кормила этих самых подонков, выдавая им государственное финансирование и отказывая в финансировании патриотическим проектам. И все же, несмотря на все изложенное, мы оптимисты. Вчера Церковь отмечала День Святого Орхистратига Божия Михаила и Всего Небесного Воинства. А ведь ангелы есть у всех крещенных людей, в том числе и у Путина, и у Патрушева, и у многих наших подсвечников. Кстати, этим наши нынешние правители выгодно отличаются от большевиков. В их правительствах люди были идейные, но, как правило, не крещеные, в силу понятной религиозно-этнической принадлежности. Миссия ангелов заключается в том, чтобы научить нас отличать добро от зла и пробудить в нас совесть. Вот только беда в том, что если человек своими злыми делами отгоняет от себя ангелов, то на его место может вселиться бес, что мы периодически и наблюдаем на примере некоторых наших элитариев. И все же мы надеемся на активность наших ангелов-хранителей, что они смогут пробудить совесть в наших элитариях, а также на то, что количество переходит в качество. Ведь на следующую неделю, на понедельник и на вторник, намечен форум Всемирного Русского Народного Собора, куда придет и патриарх, и президент, и многие государственные служащие. И вот там они окажутся не в среде цифросектантов и прочих людей с измененным сознанием, а в среде людей верующих, у которых ангел-хранитель находится где-то поблизости. Так что всех с праздником и оставайтесь с нами.